Отец Протасевича рассказал, что в изоляторе у сына начались проблемы со здоровьем. Романа вызывает у родственников опасения. Ранее Белорусский государственный канал опубликовал так называемое интервью Протасевича. На видео он утверждает, что на условия содержания и на здоровье, не считая простуды, у него нет жалоб. На одном из эпизодов на руках Протасевича видны ссадины. Его родители уверены, что сына пытали, чтобы он дал признательные показания. Девушка Протасевича, Софья Сапега, которая была задержана вместе с ним при принудительной посадке самолета Райан-Р в Минске, также рассказала о своих условиях содержания в СИЗО КГБ. Ее родители получили два письма, датированные 1 и 3 июня, которые опубликовала русская служба BBC. Сапега просит не винить в своем заключении Протасевича и пишет, что он, цитата, «ее оберегал и заботился, как умел, и что дальше все будет развиваться нелегко». Девушка также рассказала, что к ней регулярно приходит врач, который курит глюкозу для аппетита и выписывает успокоительное. Она читает книги и дословно начала улыбаться. Протасевичу и Сапеге белорусской власти вменяют организацию участия в массовых беспорядках и разжигании ненависти. Арестованным грозит до 15 лет заключения. Софью Сапегу и Романа Протасевича правозащитники признали политзаключенными. На польско-белорусской и литовско-белорусской границах в пятый день продолжаются протесты. Демонстранты разбили палаточный городок возле контрольно-пропускных пунктов и временно перекрывают движение грузовиков. В Литве работает наш корреспондент Мария Андреева. Она с нами на прямом связи. Маш, здравствуй. Расскажи, что сейчас происходит и что говорят люди. Да, я сейчас нахожусь недалеко от одного из КПП, прямо на границе. Здесь палаточный лагерь. Мы видели около 10 палаток. Вдоль дороги развешаны флаги. И время от времени участники этой акции перекрывают движение грузовиков. Хотя сегодня движение здесь небольшое. И со стороны Беларуси редкая фура проезжает. Как говорят сами участники акции, у них постоянно меняется количество людей. Происходит некая ротация. Некоторые приезжают сюда только вечером, некоторые только днем. Ну и, конечно, главный смысл в том, чтобы привлечь внимание к ситуации в Беларуси. И потребовать у Евросоюза более жестких санкций против режима Лукашенко. Об этом мы сегодня поговорили с одним из участников этой акции в Литве. Мы собрались здесь, чтобы привлечь внимание общественности к насущей проблеме Беларуси. Так как у нас в стране сидят, можно сказать, не можно сказать, так и есть невинные люди, которые пострадали в связи с репрессиями внутри страны из-за нашего террориста, так сказать. Время от времени этот лагерь палаточный навещают пограничники и полиция. Но никаких конфликтов не было. Иногда сигналят проезжающие мимо фуры, как со стороны Литвы, так и со стороны Беларуси. Мы знаем, что на днях собираются открыть такой же палаточный лагерь и в Латвии. А в понедельник участники в Литве, Польше и в Латвии планируют перекрывать дороги. Маша, спасибо большое тебе за эти подробности. Наш корреспондент Мария Андреева рассказывала о протестах на границе с Беларусью. Соединенные Штаты на год продлили санкции против Александра Лукашенко еще девяти человек. Это руководители ключевых министерств Беларуси, силовых структур, Центр избиркома и некоторых государственных СМИ. Впервые эти ограничения США ввели после выборов 2006-го. Цитата «из-за угрозы в подрыве демократии». И потом каждый год продлевали. 15 лет назад в стране прошли выборы и тогда, как сказано в документе, были нарушены права человека, применены политические репрессии, в результате которых задерживали людей. С тех пор ситуация не изменилась, считают в Белом доме. Кроме того, в указе президента США говорится, что санкции вводятся из-за коррупции и злоупотребления властью. Официальный Минск обвинение отрицает. Неделю назад из-за нарушения прав человека в Беларуси под санкции США попали также 9 крупных белорусских предприятий, в основном из нефтяной сферы. Сотрудничество американских граждан и компаний с этими предприятиями должно быть прекращено. Любые операции с ними запрещены. Мосгорсуд отказался рассекречивать иск прокуратуры, которая требует признать Фонд борьбы с коррупцией и другие структуры оппозиционера Алексея Навального экстремистскими организациями. Этого добивались адвокаты ФБК. Сторона обвинения не хочет разглашать суть своих претензий, якобы потому, что в материалах есть гостайна. По информации газеты «Коммерсант», это личные данные силовиков, которые жаловались на структуры Навального. Адвокаты ФБК настаивали, что засекреченную информацию можно найти в интернете, и поэтому суд должен быть открытым. И обвиняли власти в том, что своим решением они фактически лишили их права на адекватную защиту и справедливое судебное разбирательство. После иска прокуратуры, ФБК и другим структурам Навального пришлось приостановить работу. Власти утверждают, что организации политики занимались противоправной деятельностью и якобы готовили конституционный переворот. Адвокаты фонда говорят об отсутствии доказательств материалах дела и считают претензии политически мотивированными. Пока рассматривается дело, в России приняли закон, который запрещает избираться в депутаты всем причастным к деятельности экстремистских организаций. На суде по делу о крушении Боинга на Донбассе в 2014 году впервые озвучили показания свидетелей. Восемь человек заявили, что в день авиакатастрофы они видели в небе след отпуска ракеты или слышали звуки от запуска снаряда. Очевидцы также обозначили место, где все происходило. Это или населенный пункт Снежное, который в 2014 году находился под контролем пророссийских сепаратистов, или соседнее село Первомайское. Примерно эти координаты ранее рассчитали бельгийские эксперты и исследователи. Один из свидетелей также рассказал, что в день крушения находился на блокпосту в районе Первомайского, и мимо него проехала военная машина с ракетами. Через какое-то время он услышал звук от запуска боевого снаряда и след от него в небе, а потом, как на землю летят обломки самолета. После этого, уже в обратном направлении, мимо свидетеля снова проехал тот же грузовик с боеприпасами, но в кузове не хватало одной ракеты. Суд изучил геолокацию телефона. Очевидцы подтвердил, что в день авиакатастрофы он действительно находился недалеко от места крушения. По данным следствия, самолет сбили из ракетной установки БУК, которую на Донбасс доставили с территории России. Российский суд в аннексированном Крыму заочно приговорил украинцев к 7 годам лишения свободы и штрафу. Эдема Бекирова признали виновным в хранении боеприпасов. При этом, сам крымский татарий на заседаниях не присутствовал. После 9 месяцев в изоляторе он был освобожден в рамках обмена задержанными и заключенными между Россией и Украиной. И сейчас находится за пределами аннексированного полуострова. Несмотря на это, в прошлом году суд возобновил дело, а Бекирова объявили в розыск. Сам он вину отрицает. Бекиров утверждает, что не имел отношения к боеприпасам. Приезжал в Крым всего на один день, все время был с родственниками и не мог самостоятельно передвигаться после операции на сердце. Бекиров имеет инвалидность первой группы. У него ампутирована нога и прогрессирует сахарный диабет. В России задержали видеоблогера Юрия Хованского. В следственном комитете рассказали, что преследование связано с уголовным делом об оправдании терроризма. Поводом стала песня Хованского о захвате заложников в 2002 году во время мюзикла «Нурдост» в Театре Москвы. Видео появилось в интернете год назад. В феврале блогер говорил, что ему стыдно за эту песню. Отмечу, что на канал Хованского в YouTube подписаны почти 4,5 миллиона человек. Блогер также является помощником самого молодого депутата Госдумы, члена ЛДПР Василия Власова. Три пациента погибли в результате пожара в реанимации Рязанской больницы. Еще восемь человек пострадали. Они получили ожоги или отравления. Местные власти говорят, что причиной стало возгорание аппарата искусственной вентиляции легких. По предварительной версии он мог быть неисправен. Все погибшие как раз находились на ИВЛ. Как говорят врачи, это были тяжелые пациенты с осложнениями от коронавируса. Они погибли из-за отравления угарным газом. После возгорания большинство пациентов удалось эвакуировать. А до приезда спасателей пожар пытались потушить две медсестры. Одна из них в итоге получила 75% ожогов тела. Следственный комитет начал проверку инцидента. И на этом все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова